Ваш вопрос, девушка. Микрофончик есть в зале? Вы знаете, ее очень плохо слышно. Надо как-то это, может быть, отрегулировать звук. Олег Геннадьевич, мне очень трудно сношение сына. Как я могу улучшить это? И что мне нужно делать? Это сложный вопрос. Это вопрос, скорее, принятия друг друга. Понимание, что мужская психика — это не женская психика. Ну, то есть он жестко себя ведет с вами? Обижает вас, да? Всегда в трудности в отношениях — это вопрос нашего ожидания. Мы хотим счастья от близких людей. И они часто не понимают, что они обязаны это делать, давать нам счастье. Вот. И это приносит страдания, сильное страдание в жизни. Это не касается только вас, вашего сына. Так устроен этот мир. Мужчине очень трудно понять психику женщины. Женщине тоже трудно понять, как работает психика мужчины. Мы ждем друг от друга. Эти ожидания вызывают боль. Само ожидание. Мы ждем счастья от человека, и это вызывает боль. Потому что, когда он не приносит это счастье, то становится больно. Поэтому весь вопрос именно в этом. Откуда ждать счастья? Это не сейчас возникло, не сегодня. Из древних времен люди страдают друг от друга. Потому что в этом мире мы должны стремиться к Богу, к высшим силам. И тогда наше ожидание, когда правильно направлено, или наша вера правильно направлена, то тогда поведение близких людей не будет ранить так сильно. Сама рана идет от веры. Когда человек верит во что-то, он ждет оттуда отдачи. Поэтому это очень глубокий вопрос. Если смотреть на вашего сына, то у него сейчас тяжелый период. Он ожесточился. Ему тяжело. Это вызывает защитную реакцию. То есть ему тяжело близкие отношения строить. Вообще, мужчинам тяжело общаться эмоционально или близко. Вот женщина соткана из эмоций. Она эмоциональное существо. И эти эмоции, они могут приносить счастье, если они позитивно настроены. Но если, допустим, у женщины плохое настроение, то мужчина очень сильно ранит эмоции у женщины. А у него нет сил это все терпеть. Он тем более еще слишком молод, чтобы уметь терпеть. Поэтому он жестит. А вы страдаете, обижаетесь. Вам надо как-то переключиться на что-то другое. Ну, то есть искать Бога, может быть. Думать о чем-то возвышенном. Ну, не ждать счастья сейчас от него. А в целом нужно самой и ему менять образ жизни вообще. Больше быть на природе, зарядка, движение. Ну, то есть надо научиться получать. Есть три типа энергии. Есть духовная энергия, вы ее получаете. Есть психическая энергия. Эта психическая энергия, это очень, для женщины, это очень сильная социальная активность. Психическая энергия у мужчины получается за счет его достижений в жизни. А женщина получает силу психическую. Допустим, возможность выйти замуж, это психическая сила. Возможность устроиться на работу и так далее. В данном случае у вас возможность быть счастливой в отношениях. Идет у женщины от подружек, не от сына. Сын, муж, близкие люди истощают человека всегда. Они не дают силы. Силы дают только люди, которые даны Богом для облегчения. Это называется друзья. У вас очень слабая в этом плане защита. У вас нет облегчения в отношениях с друзьями. Не хватает. И тем более не хватает физической активности. Надо понять, что сильная чувствительность у женщины, слабость, повышенная эмоциональность не означает психическая сторона жизни. Это физическая сторона жизни. Если недостаточно зарядки, делать свежего воздуха, недостаточно отношений с природой, то женщина становится очень чувствительная, обидчивая, эмоциональная, слабая, депрессивная. Все это не означает психика. Это отношения с природой, тело. Вот, допустим, человек прошелся вдоль моря, допустим, румяный, свежий, у него хорошее настроение. Вот это и есть физическая составляющая жизни. Она должна быть сильной, и тогда человек чувствует себя очень хорошо, у него хорошее настроение. И у вас не хватает этого. Вы подавлены физически. То есть мы говорим психически подавлены, но у вас не хватает активности физической, правильной. Поэтому вам тяжело переносить нагрузки вот эти вот. Чувствительность очень высокая. В целом нет смысла ждать сейчас от него взаимности. Плохой период продлится еще 9 месяцев. Потом будет полегче. Он начался тоже не сейчас. То есть это тоже где-то около года назад. Длительный период. Спасибо большое. Ну, ваш вопрос, девушка, в красном вот, рядышком. Здравствуйте всем. Спасибо огромное. Олег Геннадьевич, что дали мне слово. Я хотела спросить. Всю мою жизнь у нас здоровье не совсем хорошее. На последние 4 года это какой-то ад, извините за выражение. Очень много болезней. И они не уходят, приходят новые. И врачи ничего не могут сделать. Делать какие-то операции, потом повторные. У каждого человека есть разные периоды жизни. Где-то 3,5 года назад у вас начался период, который связан с влиянием Сатурна. То есть эта планета, она очень сильно напрягает организм. Это напряжение, оно приводит к тому, что у вас разрушаются функции в организме. То есть могут кисты начать там вылазить и так далее. Вот. Это можно лечить только с помощью аскезы. То есть невозможно это лечением, каким-то лекарствами это всё не работает. Потому что надо выводить эту энергию из организма. То есть нужно длительное движение. То есть вы можете длительной ходьбой это побеждать. То есть надо 4 часа где-то ходить раз в неделю. И неподвижное положение тела аскеза. То есть где-то по 40 минут. В каждом положении тела несколько положений. Можно стоять 40 минут, допустим. Можно на спину ложиться, ноги назад. Вот так вот. И так далее. Вот такие упражнения. Поза бабочки по-женски лечит. Ноги вместе, колени раздельно. Так 40 минут сидеть. Ну то есть нужны вот эти аскезы, которые будут эту энергию в организме убирать, уменьшать. И я вот в какой-то момент для конфликта. Вот даже если из дома не выйду, конфликты приходят в дом. Вот только вы, вот как-то все пытаются обидеть, как-то обмануть. От вас идет вот такая жесткая сила, поэтому люди не выдерживают нагрузки. Как у нас? Спасибо вам. Надо просто, вот это уже молитва. Может быть мы сделаем молитвенный ретрит в последний день нашей встречи. Я поговорю с организаторами. Вот. Вместо лекции. Сейчас очень актуально. Мы в Киеве сделали, всем это очень понравилось. Нужна практика. Нужно учиться побеждать судьбу. Силу прикладывать. Сейчас в целом очень тяжелое время для всех людей на земле. И у вас это еще напалилось на ваш тяжелый период. То есть получается все вместе. Поэтому нужна какая-то практика, которая поможет избавиться от этих всех вот трудностей. Но не надо думать, что это случайно, то, что с вами происходит. Это результат приоритета плохой судьбы. И еще полтора года это будет длиться, а потом закончится и будет уже нормально. Спасибо большое. Ваш вопрос? Да? Добрый вечер, Олег Геннадзе. Очень приятно, что вы посетили нас. Но у меня такой индивидуальный вопрос, что я не могу выйти замуж. Всех привыкну к духовному. Все приходят к пониманию, что нужно прийти, нужно молиться, нужно отказаться от мяса. И в конечном итоге все к мне уходят. Я не могу выйти замуж. Хотя предлагаю. Вы очень чувствительная. Ранимая. Какую причину они называют, когда уходят? Кто-то изменяется. Кто-то просто говорит о том, что мы не можем тебя вывести морально. Вынести. Эмоциональность высокая. Все женщины эмоциональны. И надо учиться себя как-то контролировать в этом вопросе. Потому что если позволить себе все, что хочется, то ни один мужчина не выдержит. То есть надо понимать, что для женщины это нормально, эмоции, как бы, для мужчины это очень больно, тяжело. Мужчинам тяжело переносить призы, женские обиды. Поэтому нужно себя чуть-чуть сдерживать, чтобы сохранить отношения. Есть еще две причины. Одна причина вот это эмоциональность. То есть вы очень эмоциональны. И вторая причина, три причины. Эмоциональность можно как-то регулировать. Вторая причина, это вы очень человек доверчивый. Вы сильно сближаетесь быстро с человеком. И это сближение вызывает отторжение, протест. И само по себе желание угодить человеку, служить ему, заботиться, оно не подкреплено у вас чувством собственного достоинства или способностью реагировать правильно на оскорбления. Ну то есть вы или вам легче простить, принять, не обращать внимания. Но это вызывает дальше отторжение человека. Если его не наказать, а наказывать надо просто дистанцией. То есть не слишком близко общаться. Можно ближе общаться с человеком, можно дальше. Если вы ближе общаетесь, а он вас оскорбляет, то любовь разрушается. Ну то есть вы не умеете поддерживать атмосферу любви. Это поддержание означает приближаться к человеку, отдаляться от него, в зависимости от его поведения, обучать его, как надо с собой себя вести. Ну то есть женщина обучает мужчину, как себя вести. И она это делает по-доброму. Если он ведет себя неправильно, отдаляется. Если правильно, приближается. Но в целом у вас есть одна очень серьезная ошибка. Вы слишком близко приближаетесь к человеку очень быстро, слишком сильно доверяете ему и слишком сильно восторгаетесь им. Ну воспринимаете его не так, как он есть на самом деле. То есть плюс ранимость высокая. Вот эти все вещи в комплексе, они приводят к тому, что в мужчине или тяжело, или ему неинтересно. Ну то есть если мужчине слишком много вот так вот, как бы, перед ним прыгать на задних лапках, ему становится неинтересно. Ну нужно что-то недостижимое такое вот, чего надо добиваться. А если все уже на тарелочке как бы, то неинтересно. Вот главная причина. Нет такого, что вы не должны выйти замуж, просто у вас нет опыта отношений. Правильно. Есть духовный опыт, бывает, у человека, а есть опыт социальный. У вас социального опыта не хватает в отношениях с мужчинами. Вы разобрались в том, что я сказал, или вам непонятно? Нет, я все прекрасно понимаю. Дело в том, что мужчина, даже он был в Киеве у вас на лекции, он помогал вам мандарины разбрасывать. Бородок высокий такой. Ну то есть хороший, да? Очень хороший. Он пришел к духовному, он совершает аскезы. Но я ему не доверяю. Вы ему не доверяете? Почему? Потому что он изменил. Он предал. Ну да, это нехорошо, однозначно. Совершая аскезы, придет к Богу, посещая лекции, он пытается доказывать, но уже внутри нет этого доверия. Ну он пытается вам доказывать, он раскаялся? Говорит, что раскаялся. Ну что делать? Ну дело в том, что на протяжении года он заботится, он доказывает, но за мной ухаживают другие мужчины, я вижу, что они достойны. Ну может быть тогда выбрать другого достойного? Ну он на расстоянии, очень далеко, и работа очень взаимодействует с отношениями. Видите, у каждого человека есть свои недостатки. Дело в том, что я морячка, я хожу в рейсы, и я помощник капитана. И есть капитан, который за мной ухаживает, и который предлагает мне замуж. А я боюсь. Боюсь из-за этого такого некачественного опыта. Очень боюсь. Ну это означает, нужна молитва уже? Ну то есть если страх, просто в сердце значит молитва. То есть вы обожглись сильно за человека? Ну он бестолковый, вот этот вот человек, он как бы вроде работал над собой, но а как вы узнали, что он изменил? Он вам сказал, что ли? Да, он сказал, что он нашел лучше, успешнее, красивее, и ему удобно там, но через какое-то время сказал, что это ошибка. И я хочу все исправить, придя к духовному, совершая такие же аскезы, не едя мясом, молясь, закаляясь, я хочу прийти ближе. Само по себе проблема не в том, что он изменил, это цинизм так себя вести. Проблема не в ошибке, а в цинизме. Цинизм означает общаться с человеком, говоря ему то, что неприемлемо вообще говорить близкому человеку. Ну изменил как бы, ну... Лучше не сказать, чем так сказать. Лучше вот так вот, знаете, сказать, типа она лучше женщине, это какой-то бред вообще. Ну когда ты любишь, когда ты боготворишь, когда ты действительно служишь, верно служишь, когда ты работаешь за сотни тысяч километров, не спя очень долго, и ты знаешь о том, что тебя дома ждут, но на самом деле не ждут. И когда тебе остаются две недели до того, чтобы ты приехала домой, тебе говорят, вот я нашел другую. И это очень сильно большой удар. И многие девушки, которые, мне кажется, видят, слышат сейчас, такие ситуации бывают. И я искренне, честно верила этому человеку, и теперь я не могу выйти замуж. Не надо верить человеку. Потому что если вы начинаете верить человеку, любовь и вера всегда разрушаются. Я поэтому говорю, вы очень искренне вступаете в отношения. Нужно учиться воспитывать мужчину. Если мужчину не воспитывать, он обязательно будет смотреть на сторону. Все мужчины одинаковые. Надо иметь достаточно чувства собственного достоинства, а не верить человеку. Вера, нужно веру проверять. Нужно сначала человека воспитать, а потом доверять, а не верить. Вера человеку означает патовая ситуация. В этой ситуации вы должны увидеть свои ошибки, потому что проблема даже не в этом человеке сейчас, а в том, что вы уже не верите в отношения в целом. Женщине очень трудно создать отношения. Она как бы в них живет, это ее природа. И когда она получает удар, то надо не пытаться найти другого, а пытаться понять причину, почему он так поступил, причину внутри себя. Потому что если вы эту причину не найдете, вы не сможете дальше идти вперед. Потому что если нет веры в отношения, то нет дальше жизни. А что это у нас включается-выключается? Такой свет появляется в зале. Это что такое? А, экран, все, я понял, хорошо. Но я истинно очень хочу детей, хочу семей. Ну, понятно. Само по себе желание «хочу» включает судьбу. Чем больше мы чего-то хотим, тем тяжелее может быть жизнь. Поэтому лучше учиться и стремиться к Богу. Лучше искать друзей, подружек сейчас. Искать отношения с природой. Нужно оторваться от своего желания. Чем больше вы сейчас хотите, тем замкнуть и круг. Если как бы, что касается, вот я бы, допустим, ну, я не женщина, понятно, но если говорить обо мне, то я бы вот как сделал? Я бы погулял, пообщался с этим первым, который предал. ничего, как бы, для себя, ну, не желая от него. Просто пообщаться, погулять, с целью понять глубже человека, что он хочет, если наблюдать за ним, следить. Если видно, что ничего не поменялось, человек поверхностный, значит, тогда надо ему подарить весь мир. Потому что, если, допустим, один мужчина вот такой, это не значит, что все мужчины такие. Вот что вы пришли ко мне на лекцию? Я тоже мужчина. Очень, очень меня окрыляет, вдохновляет ваши лекции. Ну, значит, есть хорошие мужчины, правда? Конечно. Ну, чего тогда, второе в чем виноват? Ни в чем. Ловите мандаринку. Видите, поймали, значит, все нормально будет. Хорошо. Надо второй, ну, второй сейчас плохой период идет. Ему тяжело просто отношения начать строить. Он вроде попытается. Ну, у него просто, просто, видите, сейчас вот полоса у вас этот с циничностью себя повел, тот хороший, ответственный. Но у него сейчас нет возможности познакомиться, он такой зажатый немножко внутри. Он еще мусульманин. А, если мусульманин, тогда все, нафиг он не нужен мусульманин. Мусульманин вообще был. Хорошо, вот вы так сказали, как будто мусульманин, если значит все. Нет, дело в том, что он очень ответственный, он очень семиний. Но мусульманин все ответственны, они все семейные. Вы ему просто, вы просто проверьте, он хочет две жены или нет. Сказал, что не хочет. И даже хочет в Украину переехать. А где он живет? Он в Стамбуле живет. Но уже 18 лет является грузовином в Франции. То есть он капитан. Он постоянно в рейсах, в море. Есть отважный капитан. Хорошо, капитан, капитан, улыбнитесь. А вы сейчас с ним вместе сплаваете? Да, уже третий контракт, мы работаем вместе. Просто есть вероятность, что вы не будете работать вместе. И она произойдет через год. Как вы тогда будете с ним жить? Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Если вы хотите, доверяйте мне, то мое мнение такое. У вас нет судьбы с этим человеком. Со вторым. Вас разведет судьба вот так. Живем дальше. Таким образом я теряю веру. А? Я правда теряю веру. Ну сейчас плохой период у вас для замужества. Нужно ждать. Я поняла. Я поняла, что мне нужно делать. Что делать? Молиться, гулять, садить цветы, заботиться. Может быть, найти себе работу другую? Я по образованию учитель начальных классов. Моя деталь и школу детства. Может начать с учителя, просто преподавать. Быть женщиной. Хорошо. 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 Будьте счастливы. Будьте счастливы. Так, ну дальше у нас кто? Вопросы пока, да? Мы еще собираемся или уже собрались? Как у нас организаторы, когда скажут, рукой махнут, мы начнем лекцию. Наш вопрос? Спасибо. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю вас за ваши знания. Садитесь, садитесь. Скажите, пожалуйста, когда закончатся сложный период у моего мужа и какие бы ваши рекомендации по выходу его из депрессии? Надо уже сейчас начать заниматься зарядками, пробежками. Подскажите, пожалуйста. Очень сильное истощение физическое. Плохой период уже закончился с точки зрения деятельности, но нет сил. Сама по себе депрессия не дает возможность что-то делать. Нет сил. То есть силы берутся аскезой. То есть они сами силы не возникнут. То есть есть два способа жить. Один способ умирать, а другой возрождать себя. Человек не может жить с возрастом, если он не прикладывает огромные усилия для здоровья. То есть главная проблема сейчас здоровья, не в плохом периоде. Плохой период кончился, нет сил. Надо выходить из депрессии. Это можно сделать только с помощью природы. Нужно длительное движение, ходьба длительная. Потом дальше зарядки. То есть надо физически начать работать над собой. Потом дальше социальная активность, потому что социальная сфера тоже уже начинает страдать. Нужно, может быть, как-то на лекции больше такие ходить, на тренинги там и так далее, как-то себя приводить в порядок. С этого надо начинать. Работа, я не вижу проблем с работой. Можно ее найти там или как-то начать что-то делать, но нет сил. Вот это не связано никак с работой и не с плохим периодом. Это связано с выбором. Если выбор жить, вот, кстати, коронавирус, он в этих случаях и убивает людей. Если выбор жить, значит, надо жить. Жить означает аскеза. Движение, трудиться над собой. Ой, спасибо. Мандаринчик вам. Спасибо. Вы те счастливы. Вы решили вопрос? Мы решили вопрос или нет? У вас есть ко мне вопрос? Да. Нет, видите? Пока нет. А вот гиперактивный ребенок, на что направить его энергию? Как он плавный, да? Отдать секцию, спортивную секцию. Такую можно? Это что такое? Это перчик-колокольчик. Прямо перцы, да? Да. Это натуральный, да? Да. А что нельзя? Почему вопрос? Просто он перченый. Он острый? Я его не пробовала. Нормально? То есть я раздавать сейчас не буду. Если человек попробует, то у него зажжет во рту, да? Ну, говорят, что да. Говорят, что да. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо. Будьте счастливы. Завалили подарки у меня. А? А мы сейчас уберем. Помогите мне куда-нибудь, поставьте так, чтобы можно заряжать их передо мной, поставить на сцену. Поставьте, да. Чтобы люди не чувствовали, что я... А куда поставить? Ну, передо мной вот так можно прямо. Пускай заряжается. Вашей любовью. И я не знаю, вот это мешает вам, нет? Вот это мешает? Тоже надо убрать, вниз поставить. Вот это тоже поставьте вниз. Берите, берите. Поставьте вот так. Спасибо большое. Будьте счастливы. Спасибо. Вы услышали меня? Спасибо. На счет ребенка просто в секцию отдать, да, его энергию занять. У вас нет веры в жизнь. Вы не верите, вас сильно обломала судьба, и вы не верите, зачем дальше это все надо. Это все надо. Надо вам обязательно вдвоем хотя бы онлайн поучаствовать в моем ретрите молитвенном. Или я желаю всем счастья. Это очень важно, потому что такие мероприятия, они включают сердце. То есть, знаете, раз раньше машина заводилась вот так, ну, спереди. Ему надо вот эту машину заводить, то есть, нет веры в жизнь. Если нет веры в жизнь, то мужчины обычно спиваются. Но как бы хорошо, что у него нормально с этим все, понимаете? То есть, нужно просто научиться понимать, как с этой жизнью быть. Вот у меня тоже были события, которые меня ломали. Ну, я как-то, у меня есть определенное знание, я выкарабкивался с помощью него. Так, нет, ну, как бы, нет причины жить вот так вот. Ну, предательство, как бы, несбывшаяся, как бы, надежда, много вложенного во что-то, потом ба-бам, все слетает. Сейчас песню включу. Надо понять, что дороже, что дороже. Если дороже сами, ну, как бы, дела, тогда можно всегда обламываться. А нужно, чтобы дороже был сам опыт жизни, смысл, как побеждать судьбу. Нужно, чтобы было дороже знания, чем события. А мы проверяли, кстати, звук? Мы не проверяли, да, еще? Я включил. Надо, чтобы музыка слабее была слышна, а голос сильнее. Мне кажется, высокие надо убрать. А голос сильнее. Музыка слабее. Музыка слабее. Музыка слабее. Музыка. 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 Не жалейте ни о чем, потому что все, что вы потеряли, все можно очень легко приобрести, но вы сейчас теряете то, что легко приобрести нельзя, это ваша жизнь. Вы сейчас теряете жизнь свою, понимаете, вот то, что с вами происходит, это уничтожение жизни, если дальше так, в таком состоянии находиться, то придет коронованный вирус и убьет, или что-то еще произойдет похожее, потому что так нельзя жить, иммунитет на нулях, ну то есть опасная очень, опасная ситуация. Двигайтесь вперед, начинать с лекции хорошо, так же, как ребенок маленький, он истощен, обесточен, его нужно просто кормить, и тогда он потом начнет жить. Кормление для человека — это знание, когда человек слушает, он постепенно приходит в себя. Вам спасибо, будьте счастливы. Ну вот, женщина там повыше. Вы, да, вы. Добрый вечер всем. Садитесь, садитесь. Проблема не в беге, а именно в общении с природой. Когда вы общаетесь с природой, вот это вот свежий воздух, это, ну, стихия, море, вот это все, это приносит счастье огромное человеку. Понимаете, вы начали жить, у вас пошла жизнь внутри, вы порозовели, щечки стали румяные, вы стали красивее и так далее. Вот в чем кайф. Вы про работу говорите, да? Сегодняшняя лекция об этом. У вас сейчас в деятельности стоит блок, ну, то есть огромные силы, энергия, идущие от времени, препятствуют возможности действовать для вас. В это время человек должен работать над собой, увеличивать свои возможности в целом стать крепче, сильнее. Надо туда направлять силы, потому что в деятельности сейчас направлять силы бессмысленно для вас. Это бессмысленно, потому что у вас нет сейчас такой силы, которая будет бы сильнее того, что на вас валится. Но это пройдет очень скоро. Через два с половиной месяца закончится этот плохой период, и, несмотря на коронавирус, который будет продолжать жить, ваша возможность действовать начнется. Не надо бояться, что теперь на всю жизнь так. Вы просто в шоке, вы не понимаете, как действует судьба. Вы думаете, что это вечно, а теперь так будет. Нет, это началось четыре месяца назад, и через два с половиной месяца закончится, и все. Вот смотрите, как бы, вот смотрите, вы уезжаете за границу, там будет деятельность, но не будет жизни. Здесь есть жизнь, нет деятельности. Что выбирать, жизнь или деятельность? Туда, куда вам предлагают уехать, там вам будет пусто. Потому что, вот смотрите, вот, допустим, украинцы, это очень такие чуткие, нежные, добрые люди. Если брать, допустим, Европу, взять Германию, там совсем другая среда. А там вот приезжает человек, допустим, из Украины, и он там чувствует, как будто ему жизнь закрыли. Потому что там очень трудно общаться с людьми, очень трудно иметь отношения. Особенно мужчины, они там все, как бы, вот так. Ну, то есть, все очень зажаты. Сложно, нет? Вы из Германии? Нет, я сейчас общаюсь. А? И с кем вы там общаетесь? Ну, со всеми. Я с простыми, с людьми, которые в бизнесе. Я бы не сказал, что они зажатые, они, наоборот, германцы. Немцы более, особенно, которые, они где-то похожи на, скажу так, на темперамент, и больше подходят к одессе даже. Ну, может быть. Но, в целом, как бы, то, что я вижу, есть большая разница. Они более жесткие по природе, более дисциплинированные. Вот. У них есть определенное мышление, которого у нас нет. Например, они... Ну, я приведу пример. Я когда приехал в одно место, в деревню, там, лекцию проводить в Германии. Мне надо было просто искупаться в воде после перелета. Я снимаю так вибрации. Я нашел, там есть доктор Кнейп такой, он водолечением занимается, я его хорошо изучаю. И он, там, ей была такая, как бы, водоемчик такой, небольшой родник. Вода, как бы, наполняла вот такой водоемчик. Ну, сделали люди. И там посередине, вот такой бассейн маленький, посередине такая, сделанное, как бы, разделение. И там инструкция написана, как использовать. И люди ходили там, одну ногу поднимают, потом вторую. Лечили суставы. Ледяная вода, вот они ходят так по кругу. Я пришел, мне надо просто полежать в воде для того, чтобы снять вибрации. Я начал это делать. И вот то, что вы говорите, я с этим согласен. Германцы очень деликатные люди. Они очень деликатные, очень культурные. Они все ушли сразу оттуда. Но мне сказал вот этот человек, который со мной был, он сказал, вот ты сейчас это сделаешь вот здесь. И если бы ты здесь жил, ты бы не смог дальше ни с кем наладить отношения. Потому что они, если увидят, что ты что-то делаешь не так, дальше им очень трудно с тобой иметь дело. Понимаете, я вот об этом говорю. Вот в этом может быть пустота. Ну то есть с точки зрения общения они такие, как общительные, все нормально. Но есть правила определенные, принципы, которые немножко не как у нас. И когда с этим человек сталкивается, то он теряет себя, ему трудно понять, зачем это надо. В каждой стране, в каждом месте, где бы человек ни жил, есть свои законы, правила. Допустим, в Турции там очень сильное сознание семейности и национальности. Понимаете, допустим, если ты не их национальности, то тебе уже по определению непонятно, что тебе там делать. Понимаете? И если ты не из этой семьи, а если ты там, допустим, курт, так вообще тебе лучше там не жить. Это очень опасно. Понимаете? То есть у них такое сознание. У каждого свое. Вот англичане, допустим, очень категоричный народ. Американцы, они очень расчетливые там в Америке. У них все там как бы очень педантично и расчетливо. Мы совсем другие. У нас вот другая природа, другое сознание. И я когда был в Санкт-Французском, я 150 человек опросил русских, которые туда переехали. Им 5 лет понадобилось, чтобы принять это все. Очень длительная адаптация. Нет жизни, ностальгия по родине. И одна женщина рассказывает, доходила до абсурда. Я когда приехала к маме в гости, на границе меня таможни, ну вот на таможне, меня там немножко обматерили. Вот. И я такая говорю, Господи, наконец-то свои. Родной язык. Ну то есть она уже устала от этой такой напыщенной деликатности такой, отгороженности внутренней людей. Вот. А тут поискренней отматерили как бы. И она счастлива. Вот ей хорошо стало. Она не знает почему, но вот как-то легче стало. Другая среда. Все люди всегда находятся в своей среде. И бывает так, что у человека плохой период какой-то идет. И ему можно найти работу в другом месте. Но там не будет жизни. Понимаете? Имеется в виду, вы попали в другую среду. Вот одни рыбы плавают в пресной воде, другие в соленой. Вода везде хорошая. И рыбы везде хорошие. Но среда другая. Понимаете? И там немножко будет какие-то задыхаться. Куда вас приглашают? В какую страну? Ну вот для вас. Ну вот для вас. Идея проехать в США. О, жесть для вас. Полная жесть вообще. Полная жесть. Там не будет ни жизни. Работа может и будет, но там будет жесть. Полная жесть вообще. Поэтому я очень сильно сомневалась в моем предложении. Вы можете в Италию поехать там, допустим. А вы в Америке-то были? Нет. Да, моя хорошая. Вот и не едьте туда. Если Европа не ваша, то Америка будет полный жесткать. Вы даже не представляете, что для вас будет Америка. То есть я не говорю о том, что Америка плохая страна. Там все классно. Я говорю о разнице в восприятии мира, менталитете, отношении к жизни и так далее. Колоссальная разница просто. Вы доверили вас. Ну вы съездите туда просто. Вы хотите туда переехать? Ну съездите туда. Поживите там. Вот я приехал когда туда. Мне как будто вот так раз. И мне там тяжело было. Ну как бы люди все хорошие, добрые. Ну как бы мне тяжело там было жить. Я не знаю. Спасибо вам за комментарии. Меня надо иногда останавливать. Я слишком много на себя беру иногда. Мы все такие. Ваш вопрос. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Альбина. Благодарю вас, что вы приняли. Я благодарю вас, что вы, несмотря на смертельную опасность, пришли на лекцию. У меня такой вопрос. У меня мама болеет. Чем? Воссталение лекции. Она лежала в больнице. Ставили диагноз керонавирус. Вот это последствия уже идут. Потому что эта болезнь, она разрушает сосуды, капилляры, мелкие сосуды. И потом очень медленно человек восстанавливается. И сейчас после больницы уже прошло какое-то время. И она плохо с точки зрения. И я не знаю, что... Надо знаете, с чего начать? Надо начать с того, что создать в организме среду, которая будет препятствовать жизни этого вируса. Потому что он может оставаться в организме долго очень. И разрушать его, продолжать. Вот вам повязышки вот эти вот сделали, да? Это как бы смешно, да? Какая-то там спичная головка. Что она может сделать? Это мощнейшая методика. Вот. Она проверена уже на тысячах людей. У нас есть даже статистическая база. Вот. Суть методики такая. То есть рефлексогена, через вибрацию, организм настраивается так, что вот именно вот этому вирусу, этот сбор действует именно на этот вирус. И вот начинается очень сильный протест в организме. То есть возможность его подавлять, уничтожать. И вот как бы вот этот сбор, скорее всего, мы... Вот мы прислали в клубы «Благость» определенное количество сбалансированной вот этой смеси. Она очень сильно и хорошо действует. Нужно маленькое количество, чтобы не болеть. Но вы можете... У нас есть ссылка, где вы можете зайти туда, зарегистрироваться. Она может так же. Нам это нужно для статистики. Вот. Вы регистрируетесь, и вам дается сбор, который вы сами можете смешать. Даже в миллиграммах. Он не такой сбалансированный. Но вот все равно даст ей возможность сначала разобраться с вирусом, чтобы его в организме не было. Это достаточно недели. Вот ей поносить сбор, чтобы вируса не было. А дальше уже нужно будет зарядки, свежий воздух. То есть это уже ЛФК нужно... Я понимаю. Это означает, что этот вирус продолжает ее убивать. Нужно зарегистрироваться на нашей страничке. Ссылку... Вы знаете нашу? Нет, это не сайт. Вы можете зайти на страничку клуба «Благость». Там есть получить сбор места. Нажать на это место. И там идите в сторону. Там потом выйдут разные города. Выберите свой город. Вы не берете никакой город. Идите вниз, и там написано. Нет, нет моего города в списке. Вы нажимаете туда, и будет потом раздел «Самому сделать смесь». И нажимаете туда. И вам придет рецепт. Надо этот рецепт маме передать и лучше всю инструкцию ей полностью дать. И чтобы она была с нами на регистрации, на связи. Потому что, когда люди сами делают сбор, у них много вопросов потом появляется. Часто бывают перегрузки от его ношения. Поэтому нужно... У нас есть чаты специальные, где это все обсуждается. А где нет? Также там чай, как пить. Напиток описано как определенный. Это всех касается, кто здесь сидит в зале. Можно... Есть сайт torsnov.ru. Там есть раздел «Клубы «Благость». Заходите туда. В «Клубах «Благость»» есть лендинг вот этого сбора. Нажимаете на него. Там выходят города. Проходите вниз по городам. Даже если там есть Одесса. Потому что... В данном случае речь идет о том сборе, который я должен прислать сюда. Это тоже за пожертвование прислать. Я уже сейчас прислал определенное количество вот этих. Может быть, вы успеете, если вы связываетесь с «Клубом «Благость», зарегистрируетесь, может быть, вы успеете у них бесплатно получить пакетик. А остальные все уже делают сами смесь. Вот по этой... Если не выбирать никакого города, идти вниз, нажать, что... Я не нашел свой город. То там можно уже дальше прийти к возможности самому сделать сбор. Я вам всем рекомендую этим заняться. Потому что это эффективный способ защищать свой организм от этого ужасного вируса. Моя команда, вот мои друзья, все, которые с моим работают, и я в том числе, мы настолько обнаглели, что мы не носим масок, ничего, нам все по барабану. Мы не болеем просто. Какой период он действует? Вот эта вот повязочка действует сутки. Потом надо опять ставить новую. Но если вы сделаете сбору, вы будете носить постоянно, да и все, и будет постоянно действовать. Эта методика сейчас проходит в свои процессы регистрации. То есть мы написали несколько научных статей уже. У нас просло исследование. 50 человек на приборах мы в Новосибирске работали, исследовали. Сейчас еще будет одна научная статья. И мы делаем пластырь уже такой. Мы скоро будем производить такой пластырь, где кусочек отрезаешь, клеишь. Такой кусочек, ну, пластырь с этим сбором. И вот сейчас мы уже к этому пришли. Может быть, через месяца 3-4 будет уже пластырь. Но некоторые не доживут до этого времени. Поэтому лучше самому делать сбор. Носить. Болезнь опасная, и надо что-то делать. Мы и вам предлагаем рецепт. Я буду еще говорить на лекции об этом тоже. Да, продолжайте. Еще такой вопрос. Сейчас я делаю в работе, я делаю в работе. Какая страна? Чайки, да. Ну, нормально все, ничего плохого я не вижу. У вас нормально. Да, нормально вообще. Я ей сказал, не надо, потому что у нее другая природа. Она как человек другой, не так, как вы. Вы больше там подходите к той местности. А она нет. Она уже в Европе побывала и уже почувствовала, поняла, что это такое. Просто она не побывала еще в Америке. А Америка — это Европу умножить на два. Ты чужой еще там все. Какую профессию вы хотите прописать? Это классно, приобретите, но денег не будет добавить. Торговля. Есть, понимаете, есть деятельность по способностям, есть деятельность по природе, а есть хобби. Это три вида того, что человеку подходит. Для вас маникюр — это хобби, это то, от чего вы отдыхаете. Вы чувствуете там хорошо, вам приятно, денег не будет. Деятельность по способностям — это торговля. А деятельность, ваша деятельность по природе — это давать людям знания. Но вы до этого еще не скоро придете, потому что деятельность по природе, человек формируется в результате духовного развития. Вы еще не достаточно развиты, чтобы действовать вот на такой платформе. Сейчас я занимаюсь заниматься. Чем? Массаж делать, знания давать. Это ваша природа. Лечить людей, давать знания. Ваша природа. Но денег там не будет. Торговля будет давать деньги. Но это тяжело для вас, потому что это деятельность по способностям. Она дает результаты, но не интересны. Ну ладно, мои хорошие. А во сколько у нас лекций? В шесть должно начаться, да? Все, тогда я начинаю лекцию. Все уже должны собраться. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...